Набутов здесь экономика и финансы категорически приветствует всю нашу огромную аудиторию в россии за ее пределами этом набутов здесь экономика и финансы традиционно по четвергам мы обсуждаем то что происходит с экономикой и финансами соответственно и вообще жизнью российского бизнеса все у нас очень интересные полчаса потому что во первых нас довольно много статусных гостей в том числе но я черкасова заместитель президента представить правление банка открытия вице-президент опоры россии представитель комитета по развитию женского предпринимательства тем кто топит за это дело и и прекрасно знаю то что она часто появляется в медиа надея здрасте здрасте также в студии напротив меня александр леонов гендиректор люкс упака одного из ведущих российских производителей упаковки да очень интересный бизнес вкратце расскажет вообще как 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 дела как развиваются как живут что делают ну и по скайпу с нами из красивого офиса александр улс человек которого вы знаете он появлялся по моему на студии кстати сооснователь и креативный продюсер компанию которую знаю далеко за пределами россии потому что делает фантастические световые шоу и занимается большими концертными проектами компания называется сила света саш привет 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 за такое господа за такое вступление спасибо что уделили нам время короче говоря что мы сегодня решили вместе с нашими друзьями партнерами из банка открытия такого здесь в режиме эксперимента попробовать мы решили вообще поговорить о том как как живет как может быть выживает как планирует развиваться российский средний бизнес по и собственно говоря что он хочет и что он может получить от банковской системы и в том числе что может предложить банк открытия окей поехали 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 я даже думаю саш если можно буквально пару слов я так в общих чертах предоставил чем вы занимаетесь вы какие-то цифры география присутствия оборот и так же ну чтобы народ почувствовал мощь да ну вкратце расскажем о себе наша компаниях на рынке мы представили достаточно большое количество времени но основной рост компании это наверное составил где-то года с 2014 вот и настоящий момент мы являемся достаточно серьезным мощным предприятием по производству индивидуальной картонной упаковки это упаковка которую каждый из нас видит и в супермаркетах и видит в аптеках это дедаль упаковка которая сохраняет в валидол упаковывать в том числе в том числе до сохраняет внешний вид сохраняет свойства определенные товара да и наш упаковка является неким таким как бы неким сюжетом который привлекает клиента на прилавках магазинах то есть вы битуби большому счету да 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 мы непосредственно работаем с компаниями заводами наши заказчики это непосредственно производители производители товаров скажите пожалуйста сколько у вас воспроизводства в твери до наше производство находится в твери и сколько народа работает какие обороты если не мы не договаривались кстати говоря вот я сейчас выпытываю такую сыр мягу так так а мы то потом проверим с теми данными которые у нас есть естественно и банк-то знает себя но настоящий момент на предприятии работы порядка 200 человек данная численность предприятия росла активно достаточно активно последние 3-4 года да ну разумеется след за этим активно росла и выручка компании и к чему и до чего да и активно разумеется росли просто возможности компании да ну не знаю сможем достичь ли в этом году но я думаю что в двадцать третьем году в том числе при поддержке банк открытия я думаю что мы догоним по вручке 2 миллиарда потому что мы тоже занимаемся упаковкой но только мы упаковываем финансовые сервисы и продукты вот мы поговорим об этом что интересного есть а на самом деле далеко не все предприниматели даже серьезного уровня знает что что может предложить например открытие 2 миллиарда то есть я правильно сижу ну фактически миллиардер напротив меня сидит живой ну это мультимиллионер ладно каша мультимиллионер согласен а саш я через skype обращаясь пару слов про себя а мы тоже упаковка для для артистов но вот сейчас я нахожусь катаре и мы делаем для шоу закрытия упаковка считай делаем для как раз чемпионата мира мы продавшим компания мы занимаемся производством контента мы делаем видеографику мы делаем световые шоу мы делаем креатив мы делаем все вот необычное например те надо автомобиль презентовать или samsung мы три года все мировые премьеры делаем или ты дрейк или уикенд моим делаем шоу ну и в том числе мы сейчас запускаем собственные продукты битуси то есть мы делаем такие и мерсик experience вещи например музей света сейчас будем открывать вот все просвет покупаешь билетики и идешь туда смотреть вот имеем офис 7 лет уже в америке и в связи с последними событиями резко открыли офис катарова который суваль пересидел на кипре там на кипре и брешь как необычно да и в дубае вот и народ перебили перевезли частично на кипр производство то есть я коротко резюмирую иметь возможность работать чтобы иметь возможность работать на весь мир продолжать то есть я коротко резюмируем я вы понимаете да что вы вы делаете шоу закрытия чемпионата мира по футболу или участвуете скажем так в этой постановке я правильно понял да 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 мы принимаем непосредственно участие в креативе и делаем это все дело вот все мы завидуем саша потому что мы видели недавно открытие открытие кстати говоря было мощнейшее на мой на мой взгляд может быть и на марка бали чего сделал итальянец и вместе с партнерами тут катаре они которые непосредственно участие в креативе принимать фантастика ребят вы понимаете ну хочется какого-то позитива находить в окружающей сейчас действительности для бизнеса в том числе у нас есть мирового уровня компания это это ну это не может не радовать просто можно гордиться спасибо саша значит хорошо окей ну в общем статус более-менее понятен кстати про деньги ничего не сказали вам деньги нужны саш вот про скажем так мы на органических я дочь креативчик поэтому будут мир какие-то страшные ведь говорить плане фраз вот мы никогда не дали кредит вот мы там вот вот как нас было двое человека выросло там 100 мы друг говорят сами вот сколько зарабатываем это инвестируем никогда не искусственно не как бы не брали займы для того вырасти потому что есть а примеры коллег когда пытались нашу сферу заскочить купив там дизайнеров световых мастеров и потом не знали че с ними делать всех наняли а заказов нет короткая информационная врезка от банка открытия что интересно что 60 процентов предпринимателей в россии а я 28 лет работаю с сегментом малого и среднего бизнеса и это цифра к сожалению имеет 60 процентов даже не думают о том чтобы обратиться в банк за кредитом то есть если речь идет о том что нужны деньги начинают думать о том что так есть поставщики есть потребители есть знакомые не знаю кого-то привлечь в партнеры но только не идти в банк и лишь 40 процентов думают просто задумывается не идут просто задумываются о том чтобы пойти в банк за кредит это это какая-то вот специфика психологии сформированный там живу только на из оборотных средств условно говоря вот что заработал столько вложил ну как бы минимизирую риски но вот такой поведенческий паттерн у нас по который не меняется что развиваю на свои зато ко мне нет никаких вопросов никаких вопросов а что вы кстати говоря можете сейчас предложить в плане кредитования например для таких людей как александрус который реализует свою продукцию не только в россии но и за ее пределами кстати говоря валюте интересно давайте давай хороший хороший уже готовый бренд мирового уровня давали вы есть внешнеэкономическая деятельность видимо есть диверсифицированные финансовые потоки и наверное много еще чего что можно предложить если хочется развиваться например например на других рынках еще географически да и есть необходимость покупки оборудования дополнительного ну ты же не можешь все время переезжать с одним и тем же оборудованием то мы предлагаем инвестиционные кредиты и кстати говоря есть кредиты под удивительно низкие ставки вот сейчас есть кредит под 4 процента годовых именно связанных с инвестированием в оборудованием это есть отдельная такая программа государственная которая работает по вот компенсации процентных ставок четыре процента ребята это немыслимо при текущей ставки центрального банка семь с половиной остальное как бы разницу компенсирует государства как это как это работает саж нужно по четыре процента деньги но в рублях или валюта звучит как фантастика в том что многие производители оборудования вот еще покупать но это ладно звучит как фантастика но с другой стороны вот сидит живой настоящий наш клиент про 3 процента сейчас уже таких денег не кстати говоря почему для саши 4 а для другого саши кто пришел к тому этапе или кто встал это про это это об этом же да если серьезно да эта программа она была даже чуть ниже от двух с половиной процентов но вот саша получил это финансирование по три вот сейчас по 4 но это тоже хорошо но я насколько понимаю что ну как бы кризисная ситуация объективная да в нашей экономике как кризисный кризисные моменты они всегда так сказать это всегда и время возможности сейчас вы масштабируете производство вы заказываете новое оборудование выходите на новые региональные рынки и так далее до настоящий момент мы приняли решение что это на самом деле время возможностей и я сам чувствую что у нас есть прям велик великолепная возможность сделать еще один мощный прыжок вперед и данные деньги которые мы получили мы непосредственно направили на развитие бизнеса мы купили еще одну линию которая у нас будет инсталироваться буквально наверное через пару недель уже вот я считаю что данная программа развития она покажет свои плоды вот уже в следующем году прямо это чувствую но то есть у вас у вас нет сейчас сто процентов гарантийной реализации вы просто оцениваете рынок что как бы рынок есть для вас и его можно можно прихватить дополнительную дольку исходя исходя из своих предчувствий исходя из скажем так то ситуация которая у нас сейчас складывается на рынке и в частности на нашем предприятии у нас 200 процентов гарантии что это будет попадание в самый яблочек сколько вы взяли по три процента 120 миллионов 120 миллион там плюс минус александр говорит про то что как будто он там чувствует планирует банк конечно не чувствует банк считает да и мы исходили с того что уже текущее финансовое состояние позволяет выдать этот кредит и вот тот расчет который мы делали по лимиту значит кредита он как раз таки подтверждает то что уже текущее состояние позволяет иметь такой долг но при этом не обязательно иметь полное обеспечение под этот кредит насколько я понимаю в данном случае нет там мы взяли текущее до оборудование в залог и по-моему все да там какие-то гарантии еще были ну в целом в целом очень комфортная программа она не позволяет нам не закладывать какие-то большие активы но вот слушает нас саша из катары думает откопали один случай посадили и рассказывает и да еще из твери привезли мы еще секундочку мы еще пару случаев на следующую неделю кстати говоря отложили я к александрус хотел бы обратиться и сказать что как раз у саши леонова случай когда они импортировали оборудование в россию да она немножко дольше идет логистика посложнее стала наверное она стала немножко подороже но тем не менее оборудование доехала и там и там и да 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 заплатить было очень тяжело не но это все очень на самом деле интересно потому что у нас же не только креатив у нас есть и технические и кстати говоря мы там году там 2014 купили проекторат то опять же сами вот проекторы сервера на вот и они нет устарели и мы хотим как раз закупать это дело в америке но для московского офиса тоже нужен оборудование поэтому это я так сейчас не постановка а правда я подумаю очень интересно не правда стоп 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 секундочку 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 мы сейчас должны сделать вот буквально через 30 секунд коротенькую паузу и дело в том что это абсолютно не наигранная история речь идет про серьезные бабки про серьезных людей это все происходит на ваших ушах прямо в нашей студии и мне хотелось бы узнать имеет ли виктор набутов радиостанции серебряный дождь какую-то маленькую комиссию за осуществление за засоведение таких близких и полезных друг другу людей материала комиссии нет потому что как бы как померить эту ценность но я думаю что моральное обязательство сказать спасибо и всем сказать что серебряный дождь самое крутое радио конечно это мы можем прямо сейчас ребят короткая пауза продолжим наш интересный разговор про жизнь среднего бизнеса российского про его развитие и про то чем может банк открытие в данном случае ему помочь в это непростое время для экономики через несколько секунд серебряный дождь набутов здесь экономика и финансы ну что ж ребят мы продолжаем наш разговор про то как живет средний бизнес российский разбивается в стране и за ее пределами в эти очень непростые сложные турбулентные времена а мы продолжаем наш разговор на я черкасова зампрезидента председателя правления банка открытия вице-президент опоры россии и председатель комитета по развитию женского предпринимательства мы об этом отдельно как-нибудь до встретимся на студии поговорим тема сама по себе очень интересная гендиректор люкс упака огромного тверского производства александр леонов у нас также в студии на связи удаленно из катера человек который отвечает за в значимую часть церемонии закрытия чемпионата мира по футболу который мы увидим там достаточно скоро в катере александр леонов 18 18 да 18 декабря соответственно да совладелец и креативный продюсер компании сила света у нас гостях мы обсуждаем что малый что средний бизнес уже состоявшийся это не стартапы какие-то обладающий большим количеством сотрудников обладающий там широкой географии присутствия например что он может хотеть сейчас от банковского сектора для того чтобы либо выжить либо а лучше еще и развиваться саш какие еще вот на вашей индустрии у нас совершенно же разные индустрии да здесь представлена сегодня вот чтобы вы еще хотели от банков получить в россии кроме кредита по четыре процента который надеялом обещала да 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 а я понял окей слушайте ну мы в данный момент по сути держим в москве потому что мы патриоты извините за такой уж за такой пафос потому что он полупустой у нас данный момент находится основные люди переехали на кибер чтобы продолжать деятельность в мире такая такая вот реальность у нас вот и но мы это делаем за свой счет и конечно это для нас минус вот и понятное дело мы его сохраняем ради того чтобы сохранять свое присутствие надеемся на лучшие времена чтобы обратно туда вернуться вот не знаю насколько это связано с банком открыть но скажем так наверное в каком-то нормальном цивилизованном мире было бы интересно купить что то помещение в котором у нас как раз мы только открыли классный офис вот но сделали это в арендном помещении и продолжаем платить аренду наверное нормальном мире наверное помещение надо было просто купить раз навсегда сделать его ровно так как мы его сделали там с классным дизайнером гарри нуреевым вот и тогда это было бы не так больно как сейчас это происходит но опять это вот какие-то мои такие мысли слушать кстати кредитование недвижимости интересный момент тем больше есть предмет залога как с оборудованием да конечно это один из таких стандартных потребностей оборудование пополнение оборотных средств по простому говоря закупка товаров да и приобретение недвижимости и как говорится все надо делать вовремя сейчас хорошее время в том числе для покупки недвижимости кстати говоря или для аренды вот если я понимаю что мы не мы все не являемся экспертами в рынка недвижимости более что меняется от месяца к месяцу сейчас что выгоднее покупатели арендовать интересно ну вот мне сейчас приходится ряд помещений продавать и я вижу что это рынок сейчас покупателям так точно я вас перебил просить так что можно под покупку я по время да да конечно можно рассмотреть такой кредит и это такая стандартная цель но нужно торопиться на самом деле программа которая говорю государственно работает до конца года будут ряд программ которые продолжатся в двадцать третьем году но вот как раз александр вовремя как только появились первые программы быстро отреагировал уже там в марте в апреле и подал заявку поэтому надо действовать как можно быстрее это целенаправленное кредитование именно на покупку недвижимости нет на покупку недвижимости есть программа я имею ввиду вот такие субсидируемые программы под там четыре процента под шесть с половиной есть еще одна программа под восемь ну то есть это вот такие программы они конечные это как акция которая действует в какой-то там период хорошо что еще интересного сейчас можно получить от государства при содействии банка открытия например буквально через несколько секунд набутов здесь экономика и финансы ну что ж мы продолжаем надея черкасова зампрезидента представителя правления банка открытия вице-президента опоры россии у нас в гостях александр леонов генеральный директор люкс упака и александр усс сооснователь и креативный продюсер мощнейшего российского бренда сфере интертеймента который называется сила света по по скайпу из катера у нас студии напоминает такое интересное интересное бизнес комьюнити вообще это очень 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 нравится я надея мы я закончил вот что предыдущий кусочек спрашивал что еще сейчас может бизнес средний бизнес урвать у у государства государства я думаю ничего нельзя урвать но можно поработать по госпрограммам через банки через банки которые являются активными участниками таких государственных программ вот одна из них которые александр участвовал да есть программы связанные с пополнением оборотных средств там правда ставка уже выше она доходит до восьми с половиной процентов но все равно это еще хорошая очень ставка есть программы так называемого зонтичного поручительства звучит очень даже красиво и романтично зонтичного это для производитель зонтика нет для это для тех у кого нет залога соответственно можно получить кредит без залога под общим зонтом то есть формируется пул кредитов под общим зонтом поручительства корпорации мсп это государственная тоже программа то есть конечно не ваши вы выступаете вы выступаете как бы оператором да мы выступаем оператором и в данном случае для предпринимателя конечного это кредит без залога для банка это все-таки зонтик как раз покрытие от корпорации поэтому такое романтичное название безусловно есть стандартные кредиты и что еще важно что вот сейчас у нас так получилось что одного александра есть кредита у другого александра нет кредит вот для тех у кого нет кредитов тоже есть зато у него хороший кредитная история чистая так но тоже хорошая у тех у кого есть кредиты но например не участвует каких-то программах мы предоставляем кредитные каникулы то есть это когда предоставляется отсрочка платежей это тоже такой инструмент который помогает предприниматель в моменте сэкономить расходы у нас даже есть такая программа которая так и называется поставь расходы на паузу но не бизнес поскольку мы даем возможность не оплачивать основной долг сам кредит и проценты по кредиту я сейчас тогда все расскажу а мне еще нет 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 у нас еще через неделю здесь будет интересная встреча туда тоже кое-что оставим из того из тех плюшек какие какие у вас есть таких не 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 очевидных для многих бизнесменов на самом деле у нас время заканчивается я хотел спросить саш саша и саша коротко ваш взгляд на наступающий 2023 год я понимаю много неопределенности но тем не менее с какими вы мыслями в него входите и может быть какие-то позитивные есть позитивный взгляд все-таки на собственное развитие чтобы планируете реализовать нового прошу саша установлено слушаемого нам ситуация хорошо пинка под зад дали дала извините за такое вот и мы как раз свою мировую испансию так только будем усиливать потому что как-то мои зоны комфорта выехали и вроде как у нас все получается то есть дальше мы будем развивать только наше присутствие на мидал листе вот и усиливать присутствие скажем так но и вот как я говорил мы будем делать перелом кстати говоря опять же продукт не битубе этот мы оставим мы теперь от свадьбы будем и туси до делать вот эти вот иммерсивные выставки активно где на на самом деле наверное как раз придется более внимательно изучить вопрос кредитования если что вот надеялом в помощь все контакты у меня вся связь через меня со что у вас любопытного следующем году касаемо нас мы в двадцать третий год входим достаточно уверен оптимизмом вот и считаем что такие времена это времена возможности и наверное со мной многие предприниматели активные предприниматели согласятся что само состояние комфорта для активного предпринимателя является дискомфортом вот и когда наступает некий дискомфорт это время реализации открытие этого их возможностей это вы заложены потенциалы вот и поэтому я довольно таки спокойно отношусь ко всем вызовам да и я думаю что все проблемы которые встают на нашем пути они будут успешно реализованы а время шевелить булками этому да согласен я очень рекомендую я считаю книгу которая называется невозможные как стратегии это наш слоган на следующий год что вот невозможное это и есть стратегия то что кажется невозможным и у нашей команды вот всем же страны кажется что банковский бизнес такой легкий пришли на работу и все да но у нас бешеные конкуренции и каждый год в нашей команде а мы работаем с предприниматель мы выбираем название вот сейчас этот год у нас год подумай еще раз а следующий будет невозможный как стратегия а предыдущий был год твой лучший год дорогие друзья это были полчаса позитива и жизни среднего российского бизнеса я надеюсь мы немножко вам такой хороший заряд привнесли ну а по поводу наших уже тут шкурных делишек друг с другом это уже за эфиром сейчас услышимся под серебрным дождем дамы и господа удачи и реализации всех намеченных планов в новом году спасибо спасибо набутов здесь экономика и финансы спасибо 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 Продолжение следует...